Девчонки, всем привет! Начинаем новый влог, новое видео, новое ролик, как хотите так и называйте. И спешу вас порадовать и вам поделиться с вами, рассказать вам об одной покупке, которую я совершила буквально сегодня, буквально даже не прошло и пяти минут, как я забежала домой, не успела переодеться и захотела вам всё это рассказать. Как вы уже знаете, что сейчас происходит так называемая чёрная пятница, три дня скидки или один день скидок, у кого как. Ну, в основном пятница, суббота, воскресенье идут скидки. Вообще, на всё на это я смотрю скептически, потому что я знаю маркетинг, я знаю маркетинговый ход, как это всё происходит, прежде чем в убыток себе какой-либо отдел или магазин работать не будет. Вы прекрасно это знаете, они хотят получить, естественно, какую-то выгоду, но в крайнем случае продать за себестоимость тот или иной товар и за то, что купил, но никак не в минус уйти. И поэтому я к этому отношусь скептически. Но когда я знаю тот или иной товар или магазин, которым я хочу в будущем отовариться, так говорится, или приобрести ту или иную вещь, и я, естественно, знаю уже, какая идёт цена на эту вещь. Ну, я перед этим, перед какими-то сезонными скидками, это бывает и перед Новым Годом, я хожу, смотрю и вижу, какая цена на неё стоит. Естественно, эта цена с достаточно большой наценкой, потому что вы знаете, что у нас любят, не то что 100%, но даже 200 ставят на ценку, потому что если смотреть на Европу, смотреть на заграницу, какие там есть, допустим, расценки на те же самые бренды или масс-маркет, без разницы, то там порядком всё дешевле идёт. И вы прекрасно это все понимаете, кто, допустим, выездной, знаете в Европе, какие есть расценки. Также какие там происходят скидки, если сравнивать Россию, Америку, Европу, то это колоссальные разные вещи. Но бывают такие моменты, когда действительно выгодно можно приобрести вот в эти вот сезоны распродаж, выгодно можно приобрести тот или иной товар. И я очень внимательно за этим слежу. Я не рвусь и не мечусь там быстрее покупать и скупать всё подряд. Очень много людей находится в торговых центрах. Я вчера была в Европейском, сегодня я находилась в Золотом Вавилоне. И вот просто колоссально большое количество людей. И люди покупают всё, сметают, как будто они прямо ждали этих три дня. Хотя в преддверии идёт Новый год, и перед Новым годом тоже будет классно много скидок. И мне непонятно, почему люди так быстро реагируют на всё на это. Но мы, русский народ, привыкли скупать, наверное, всё. И как это? Мы хотим видеть, конечно, всё, чтобы было дешевле. Хотя видно, что на какие-то товары цены прибавлялись. То есть, если товар стоил 5 тысяч, а на время скидки тебе поставили, грубо говоря, 7, довысили цену, зачеркнули и поставили, что сейчас он стоит 5. Хотя 2-3 недели, месяц назад он стоил также 5. Но вы понимаете, о чём я говорю. И поэтому это и есть маркетинговый ход. И поэтому, соответственно, я понимаю, что овчинка в выделке не стоит. И всё это. Я гуляла, искала. Я просто смотрела украшения, потому что хочу к Новому году приобрести себе серёжки в подарок. И искала, смотрела. Не то, что искала. Смотрела, есть ли прогуливала, смотрела, есть ли какие-то разнообразия, выбор какой-то. Чтобы меня вообще, я люблю покупать те или иные вещи, чтобы меня это действительно цепануло. То есть, вот в сердце. И я даже себе даю время ночь переспать с этим, для того, чтобы понять, моё это или не моё. Так вот, что я вам хочу поделиться. И даже постараюсь, потому что завтра последний день, постараюсь сегодня запустить этот ролик, чтобы, может быть, если получится, он будет коротким, но всё равно. Я так гуляла-гуляла и заглянула в магазин, который очень хорошо знаю. Это магазин... Магазин... О, я за пакетиком. Aura Home. Вот это такой вот магазин. Aura Home. www.aurachome.ru Это ихний сайт, то есть текстиль для дома. Там в основном весь текстиль из турецкого текстиля. Это Турция. Там есть постельное бельё, там есть халаты, там есть домашняя одежда, там есть одежда, в чём спать, там есть полотенце, одеяло, подушки и так далее. Всё, что касается дома. Я люблю этот магазин, потому что я покупала не так давно у них вот такие вот полотенца, вот такого вот фисташкового цвета. И они уже прошли, уже прошли испытания. Я их много раз стирала и смотрела, как действительно они, ну как они используются. Очень хорошее полотенце. Турецкие полотенца, это стопроцентный хлопок, и они достаточно не толстые, тонкие, ну как бы средней плотности, хорошо впитывает воду и хорошо, значит, в эксплуатации очень-очень хорошо. И мне понравились такого характера полотенца. Я взяла на пробу две штуки тогда, помню, и обратила внимание, сколько же стоит полотенце банное и вообще всё остальное. Конечно, ценник у них высокий, порядком высокий ценник. И если кто заходил в этот магазин, вы знаете. Вот. И у меня была затея в голове, чтобы мне взять и поменять все полотенца в одной расцветке и в одном стиле. Потому что иметь полотенце, я кучу полотенца навезла, часть из Турции, часть из Египта. Я вам показывала в одном из влоги, когда стирала, показывала там, мы были в моей ванне, и когда делала стирку, я показала, что какие я использую моющие средства для моих полотенец, чтобы их простирать. И вот те, которые египетские, они очень толстые, и они мне уже порядком надоели. Действительно, а в эксплуатации они очень тяжелые, они толстые, они тяжелые, и мне не хотелось с ними вообще больше. И мне хотелось их собрать и отправить, кому-нибудь подарить, есть благо кому. И часть турецких, ну, они все разнообразные, они классные, они до сих пор, представляете, вот что египетским, что турецким, 8 лет, если не 10. Ну, не меньше 8. Им хоть бы хны. То есть, качество отменное, я знаю, это качество привозило с Турции. И те, которые у меня турецкие, они классные, все классное состояние, но их много в том плане, что разные цвета. То есть, а я хотела, чтобы было в одном стиле, в одном цвете. У нас у каждого есть свое место, где висит полотенце, и чтобы полотенце было банное у всех одного цвета, и для лица одного цвета. Каждый знает свое место, просто берет свое полотенце и пользуется. И на сменку в другом цвете, допустим, так. И я проходила мимо, увидела большую еще у них вивиску, минус 70%. Я так ухмыльнулась и сказала, да-да, ну-ну. Я уже знала заранее, сколько стоят банные полотенца, и знала заранее, сколько стоят вот эти полотенца для лица. Ну, они одного размера, что для лица, что для рук. И у меня даже на кухне тоже турецкие полотенца, чуть меньше, и тоже они классные. Они у меня шли в наборе, по три штучки, я их тоже в Турции покупала. И я заглянула и посмотрела на ценник. И что я увидела? Девочки, 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 слушайте внимательно. Не говорите потом, что вы не слышали. Я взяла банные полотенца. Начнем с этого. Во-первых, я взяла шесть банных полотенцев. В моей семье три человека. Я, мой муж и мой ребенок. Мой сын. И банные полотенца, они одного размера, 70 на 140, если я не ошибаюсь. И там были еще больше размером, но это вот как бы пляжные считались. Обычное банное полотенце, 70 на 140. Значит, расцветку я взяла в двух расцветках. Сори, я не ушла, я тут, а. В двух расцветках. Первая расцветка – это светлые серые. Там были разные расцветки. Коричневые, темно-синие, зеленые и бежевые, карамельный такой цвет. И темно-серые. Но дело в том, что я хотела, чтобы банное было одной расцветкой с полотенцем для лица. И, соответственно, чтобы для всех одной расцветки было. Вот такое вот голубое небесное полотенчико. Это банное. 140, 70 на 140. Вот их взяла три штуки для каждого. И к ним прилагается для лица. Я так прыгаю. Для лица прилагается вот такое вот полотенчико. Я сейчас не могу сказать точно, сколько оно по размеру. А, 50 на 90. Вот такого же небесного голубого цвета. 50 на 90 прилагается для лица. И что мы имеем? Что мы имеем? Это у нас 70 на 140. Всё правильно. Вот это полотенце 70 на 140 стоило 1799. И это, девчонки, это не враньё. Это не повышение цен. Это не маркетинг. Оно стоило месяц назад, два месяца назад, три месяца назад. Потому что я периодически туда заходила. Моей в голове был пунктик. Не надо заменить себе полотенца. Нафиг сделать в одном стиле. То есть в одном, так сказать, чтобы плотность одна была и один цвет. И вот они стоили 1799. На сегодняшний день минус 70%. И стоит 500... У меня нет чека перед собой. 536 рублей, если не ошибаюсь. Ну, то есть не больше 550. 530 рублей. Вот это банное полотенце 500 рублей. Качество 100% хлопок Турция. Это не реклама. Мне за это никто не платил. Я просто советую с вами, чтобы, если кому-то надо, бегите. Завтра последний день. Это действительно выгодное вложение. Выгодная покупка, если вам это нужно. Я думала поменять полотенце в Икее. Но икеевское качество хуже, чем в этом магазине. Поверьте мне. Итак, банное полотенце стоит 536 рублей. Если я не... 536 рублей. Оттанавливаемся на этой сумме. А 536, а не 1799. Представляете? Это банное полотенце. Вот у меня получается 3 голубых таких вот и 3 светло-серых. И к ним, получается, я взяла для лица 3 таких голубых и 3 вот таких вот светло-серых. То есть сначала у меня, допустим, я завесила голубые. Потом, когда надо сменку, я завешиваю светло-серые. Что касается для лица полотенца, стоили они 999 рублей. Это тоже не повышение цен, это не маркетинг. И минус 70, минус 70 процентов, это получается... Вы знаете что? Я сейчас принесу чек. Секунду. Я нашла чек. И вам точно смогу сказать. Значит, банное полотенце стоит 539 рублей 70 копейка. Вместо той суммы, о которой я вам говорила. Вот. И то, что касается полотенец для лица. Вместо суммы 999 рублей, они стоили 299 рублей 70 копеек. То есть 300 рублей округляем. То есть 540 банная и 300 рублей для лица. Либо там для рук, кто как использует. Того у меня чек вышел на 5.036. Вот он мой чек. Вот этот вот магазин. Это очень выгодное вложение. То, что касается ванны полотенец. Дова. Потому что банное полотенце 539, 540. И для лица получается у нас полотенце 300 рублей. 100% хлопок Турция. Это даже не в Икее. В Икее цены порядком выше. Вы представляете? Вот такие вот я хотела вам рассказать новости. Мои покупки именно в эту черную пятницу. Но это были не только эти покупки. Немножко я сейчас подкапливаю. Я уже отсниму ролик о новой покупке с косметикой. И кое-что мне идет из Германии. Я тоже с вами поделюсь обязательно. Так что спешите. Спешите. Кто хочет, пожалуйста, завтра последний день. Девочки, всего хорошего вам. Берегите друг друга. Ухаживайте за собой. Любите друг друга. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok